виталий приветствую тебя начало недели наша традиционная первая встреча обсуждаем как всегда технику фундамента соответственно наше видение рынка конкретные рекомендации друзья за вами уже фактически само решение придерживаться ли этих рекомендаций или нет добавлять наше видение к вашей торговой системе мы кстати рекомендуем это делать потому что в этом случае получается такая целостная система чем больше информации чем больше вводных чем больше точек зрения тем соответственно выше шансы найти реально стоящий сигнал и определить верное направление ну что виталий сегодня мы с тобой подводим итоги пятницы во-первых она была насыщена значимо для трейдеров поскольку был очень серьезный фундаментальный фон во-вторых это точно была крутая пятница из-за той волатильности которую мы видели чего стоит только золото которое умудрилось вот фактически если говорить о еще и сегодняшний день распродажной азиатской сессии 120 долларов ну почти ладно если не придираться там 10 процентов стоимости этого актива сразу было срезано за две торговые сессии причем конечно сейчас объясняя то что происходит происходило от золота мы дальше будет происходить самое самое первое что приходит на ум это реакция трейдеров на то что вышли сильные данные и участники пересмотрели свои ожидания относительно сроков сворачивания программы количественного значения это потенциально супер крутая поддержка для доллара при креплении позиции доллара средства золото должно идти вниз но конечно же здесь нужно добавить небольшую ремарку все-таки до доллар укрепился но там не было взрывного роста который мог бы теоретически там быть не было того роста который может быть безоговорочно позволило бы сейчас сказать то что пресса реально будет обязана изменить денежную политику потому что восходящее движение по баксу которая наблюдалась мы видели его неоднократно как реакцию на куда менее значимую экономическую статистику второй момент почему не просел фондовый рынок сша это тоже очень интересная тема я сегодня еще пару слов скажу про фонду но лонг ставка на дальнейшее восходящее движение сохранить тенденции лично с моей стороны сохранить все рад то что инвесторы не испугались опять же того что произошло может быть это связано с тем что не так уж и очевидно будет ли пресса дальше быстро корректировать нижнюю политику план давай тогда к демонстрации кран начнем с индексу доллара он открыт так по индексу американской валюты прошлый раз была сделка с лимит с 92 20 стоп лосс 92 60 но сейчас индекс долларов повыше поэтому сделка была закрыта по стоп лоссу данные по американскому рынку труда почти миллион новых рабочих мест за прошлый месяц уровень заработится снижен с 5 9 до 5 4 процента и темпы роста заработка тоже хорошая статистика после этих данных логичный вопрос как быстро и когда именно пресс начнет действовать здесь у меня ответа нету я конечно могу транслировать идею отдельных чиновников пресса или может быть даже идею тех кто ставит чрезмерный и довольно интенсивный рост доллара дальше поскольку полагает что изменения политики могут произойти уже в сентябре я пока не буду говорить о конкретных временных периодах потому что для меня очень показательным будет симпозиум предстоящий в конце августа и я полагаю что если вот ту статистику которую мы разбирали пятницу если ее будет достаточно для того чтобы фрс изменил свою точку зрения мы об этом услышим в августе и возможно в сентябре какие-то коррективы уже последует если в конце августа на симпозиуме джером пап дает зеленый свет начало сокращения программы количественного смягчения я тогда прям заранее уже не однократно комментировал пересмотрю свои отношения к долгу пока что нет я по-прежнему за то что доллар может оказаться гораздо более уязвимым в средние сроки и просесть там ниже 92 пунктов поэтому сегодня будет сделка сел стоп с отметки 92 60 ставим стоп на уровень 93 и ждем соответственно ниже 90 так по золоту в прошлый раз когда мы комментировали перспективы рынка металла по золото я обозначал коридор 1815 1795 предлагал сделку байлимита с уровня нижней границы этого коридора 1795 вот собственно сначала ордер был активируем мы достигли до локальной максимума 1806 примерно 1801 этот ордер был закрыт по безубытку но признаться я в пятницу снова купил золото и сегодня с довольно существенными потерями это спекулятивная сделка я думаю что точно будет уже разворот но мы сами все прекрасно видели как золото отреагировал сегодня это сделать уже была как бы в моем единоличном ключе что золотом дальше я бы пока какие-то сделки не рекомендовал потому что ну мне непонятно до сих пор природу мощных пострадавших потому что я уже отметил вряд ли это только лишь изменение настроя в отношении будущих решений к резерву может быть какой-то алгоритмический трейдинг со стороны маркетмейкеров я это допускал я не знаю как еще можно оправдать сброс золота на 120 долларов при том что прочие активы плюс-минус там в конве в каких-то зажатых границах и уровнях которые для нас являются привычными и в принципе к движению остальным активам вопросов нет так по поводу рынка нефти точнее фунт еще был секундочку была сделка байлимит с отметки 1.3850 но чуть-чуть до нее не дотянули 1.3854 я эту сделку в принципе по-прежнему сохраняю в силе и что касается на фондового рынка сша я рекомендую раньше вот брать линии тренда примерно в районе но четыре тысяч четыреста четыре тысячи четыреста двадцать по целями 4 500 мне кажется что эта неделя она как раз будет результативно для тех кто ждет от этого теста психологического уровня 4 500 как и собственно поэтому в сухом остатке продолжаем работать с индексом доллара как и всегда традиционно для меня актив а фунт-доллар держу прежнюю отложку и верю в рост американского фондового рынка питались у тебя меня слышно раз так сделала демонстрацию что должна подгрузиться скажешь когда подгрузится все теперь видно так немножко извиняюсь за звук так как сосед немножко слышу там какой-то сердит поэтому возможно в этом дополнительные какие-то звуки наверное так давай двух словах скажу по индексу доллара напомню я говорил на прошлой неделе о покупках индекса доллара в принципе мы неплохо подросли так как ты сделал такой вопрос такое непонимание о том что там валюты в принципе нормально сходили да а вот золото так обвалилась но есть такие моменты по золоту и иногда они по валютам случаются когда на азиатской сессии рынок очень сильно проваливается и по золоту я таких моментов встречал очень много именно они случались на окончании тренда то есть это называется возможно я думаю многие слышали о таком понятии кто не слышал это кульминация кульминация там завершения покупок или там шартов да когда выносят последних пассажиров идут маржин колы и так далее то есть такие моменты бывают и обычно это бывает на азиатской сессии когда рынок низколиквидный и так по индексу доллара что я хотел сказать я даже считаю что индекс доллара будет расти только вопрос откуда я бы хотел конечно дальше дать рекомендацию на битве в лонг но не с текущих с какой-то коррекции нужно понять что это будет за коррекция она будет сигнализировать о лангах или о шортах поэтому пока сложно сейчас на данный момент сказать так как прошел очередной какой-то импульс на прошлой неделе вверх и после коррекции можно будет говорить о покупках покупки или с текущих но в таком случае нужно стоп лосс прятать за вот этот минимум или скажем с коррекцией присматриваться где-то в районе там 92 условно 40 до 92 50 то есть возможно здесь подбирать индекс доллара в длинную напомню что я пока вижу индекс доллара сильно вверх ну конечно нужно пробить нам для более уверенного роста сильные уровни сопротивления это максимум прошлого месяца это июль и желательно пробить максимум марта то есть вот этот хай который был 93 40 потому что с данной точки мы сделали импульс вниз и нужно его обновить то есть пробить максимум чтобы говорить об уверенном росте плюс от тебя был такой вопрос ну скажем к себе или то что пока фонда растет да индекс доллара тоже растет напомню я где-то несколько недель назад говорил я пока эти данные еще не показывал по поводу того что если сравнить 2008 год тогда индекс доллара тоже раньше всех рынков развернулся то есть был разворот индекса доллара в лонг дальше пошла пошел фондовый рынок на вал и дальше пошла нефть на вал да поэтому такие моменты то есть есть рынки идет такая раскорреляция если говорить там о каком-то сильным таком долгосрочном движении ну посмотрим время покажет поэтому пока покупаем индекс доллара дальше евро доллар о евро долларе я рассматривал тоже спекулятивные покупки в среду в принципе локально мы сходили по по евро доллар где-то вот нет на этих отметках я говорил что нужно покупать при снижении аналогично мы локально сходили то есть intradayment работали но как видим закрытие дневки было сильным импульсом это на новостях данных по сша это было там 17.00 какие-то данные выходили они вышли хорошие по доллару он ушел вниз и закрылись ниже уровня поэтому дальше аналогично видно и понятно почему евро доллар ушел вниз поэтому данная сделка кто не успел закрыться в каком-то там без убытки или плюсе небольшом вышла по стоп лоссу на текущий момент аналогично как и по индексу доллара я вижу евро доллар вниз но с какой-то коррекцией если будет обычно есть такой момент вот когда проходят новости нонфарма условно они где-то отсюда да с уровня 1.18 там с копейками вниз то обычно данный уровень закрывается поэтому возможно будет еще коррекция где-то в район там 1.18 и дальше уйдем вниз но это уже нужно будет скажем рассматривать дальше шарты с данного уровня если они образуются я думаю что ближе к там среде рынок что-то более хорошее покажет так как прошли сильные импульсы и нужно сделать накопление какие-то коррекции если они будут конечно да по другим активам аналогично в принципе нечего там нечего нового смотреть то есть там официлийский доллар новозеландский доллар тоже посмотреть как бы закроются сегодняшние дневки по золоту напомню я был шартистом все время да какие-то локально ланхи в принципе в среду отработали со данного уровня вот я показывал уровень поддержки 1808 я о нем в среду говорил что от него возможны покупки в принципе 20 долларов мы сделали вверх но после закрытия дневки было понятно что скорее всего дальше будут падать плюс отметил что если уйдем к уровню 1795 повторно то скорее всего будет дальше пробитие потому что вот если считать вот данные 2 данный рост импульсом то есть его поглощать нельзя на текущий момент по золоту пока вне рынка так как вот накопление которое было весь июль она себя отработала то есть мы ушли вниз я называл цели такие среднесрочные это вот обновление данного минимума жду еще ниже если мы конечно нарисуем если это не двойное дно какое-то глобально и мы уйдем дальше вверх уже нужно будет по новому накоплению смотреть что они будут рисовать там ланги или шарты пока вне рынка по золоту по фондовому рынку аналогично пока поддерживать тебя за ланги то есть по индексам но я пока их не торгую по нефте аналогичные вне рынка поэтому пока покупаем индекс доллара ждем каких-то новых сигналов так как все отпадало все отросло да и сейчас нужно новые новые какие-то сигналы их пока нету так пока у меня понедельник такой будет сухой да по торговым рекомендациям и по всем инструментам так как на рынке нужно ждать нового набора позиций и после него решать куда мы дальше будем двигаться вот кстати вот по золоту вот аналогичный был выброс ночью это было вот я помню ну несколько раз такое было но самое такое который я запомнил момент вот здесь был тоже вот так проливали в 2018 году падали падали ночью вот вот шпилькой пролили сигнализировал сигнализировал об окончании тренда и дальше мы развернулись развернулись в 2018 году на на глобальный вверх есть такие момент аналогично был помню фунт несколько лет назад это был 16 год после брексита далеко конечно мотать но просто в двух словах покажу что было а вот то есть вот аналогичный момент как и по золоту то есть тренд вниз вот и вот эта ночью шпилька такая на несколько сот пунктов они в некоторых брокеров пролили на несколько там тысячу или полторы тысячи пунктов то есть такое бывает на азиатской сессии когда рынок низко ликвидный конечно будут обвинять там каких-то роботов каких-то каких-то трейдеров если кто-то там сильно попал то есть потому что я думаю по золоту многие очень сильно попали и по серебру кто-то получил маржин колу и кто-то даже какие-то фонды хорошо просели кого так ты закончил это да да я закончил так ну что спасибо тебе за твой точку зрения тогда следим как в рынке все покажут следующий эфир у нас среду друзьям хорошей вам торговой недели и до скорых встреч всем пока пока